Здравствуйте, уважаемые дамы и господа! Прослойка номер следующая. Саври Маранан. Вопрос или призыв? Эволюция перевода. Большинство израильтян, если их спросить, что такое Саври Маранан, они скажут, что это название известного телевизионного сериала. Однако, еврейская традиция начинается не с этого сериала. Еврейская традиция говорит о Саври Маранан как о призыве, неком вступительном слове перед кедушем на вино, которое делает еврей, освящая субботнюю или праздничную трапезу. Что означает эта фраза Саври Маранан? Для того, чтобы понять это, мы должны будем сначала обратиться к Мишне в Масахет Трумот, которая хорошо объясняется как в Иерусалимском Талмуде, так и в Вавилонском Талмуде Авода Зара. Мишна говорит следующее. Вино, которое было оставлено открытым, вино, освященное как подарок Коэну, трума, должно быть вылито на землю. Не говоря уже о том, что если это не освященное вино, тем более должно быть вылито. То есть, когда у вина есть какие-то сомнительные санитарные качества, если они не отвечают должной свежести, то такое вино пить нельзя, и даже если это трума, его надо выливать. И причина такому резкому отношению к вину, оставленному открытым, потому что многие дикие домашние животные, обитающие тогда вместе с людьми, могли ухудшить санитарное качество этого вина и сделать его опасным для человеческого здоровья. А выражение в Талмуде, в Масехет Хулин, очень напоминает высказывание представителя санэпидемстанции «Хамира, Саканта, Мейсура». Еврейская традиция относится к вопросам опасности для здоровья намного строже, даже чем к вопросам ритуальных запретов. Поэтому перед евреем, который собирается выпить стакан вина на Кедуши или на Авдалай, более того, угостить, может быть, даже этим вином других евреев, перед ним стоит вопрос, а можно ли вообще это вино пить, каково его качество, насколько оно безопасно для жизни. И он произносит этот вопрос «саври маранан». Это в действительности изначально вопрос. «Свара» на иврите, на и арамейском тоже и на иврите, это означает «резон», «мнение». И «лазбир» на иврите, это значит «объяснить что-то, разъяснить». Поэтому «саври маранан», его изначальный перевод «ваше мнение, господа», или «резонно ли, господа», имеется в виду «пить это вино». И они отвечают ему на жизнь, чтобы это выпивание этого вина было всем после него долгая, счастливая, здоровая жизнь, чтобы никто не заболел, не отравился. И для того, чтобы понять, что понимание слова «саври марананан» и перевод именно такой, давайте обратимся к еврейской традиции «мидраж Танахума». Этот «мидраж» часто цитируется многими выступающими на различных лекциях, и, к сожалению, иногда создается впечатление, что люди сам «мидраж» не читали, и только отрывки и обрывки из него, и поэтому не совсем правильную картину создают слушателям. Смотрите, что говорит «мидраж Танхума», глава Пикудэй. Когда заканчивается судопроизводство и уже опросили свидетелей, ведущий судебного процесса говорит, точнее «саври маранан», что означает «ваше мнение, господа». И они отвечают ему, сангедрин, заседатели, им «лахаим», если они приговорили виновного к жизни, то есть, что он не виновен, они говорят «лахаим». Если они его приговорили к смерти, они говорят «ламита» к смерти. И если, допустим, ему следует смертная казнь, ему давали очень крепкое вину, чтобы он расслабился немножко и не так сильно страдал при экзекуции. То есть, как мы видим из первой части, это бесспорно вопрос с ответом. Вопрос «саври маранан» и ответ «лахаим». То есть, ваше мнение, к чему вы его приговорили после дебата, они сказали «к жизни». И то же самое говорит «мидраж Танхумаш», когда шлехцебур, ведущий общины, когда у него в руках стакан вина для кедуша или для авдала, в скобках тут показано, скорее всего, этого не было в оригинальном тексте, но это подразумевается здесь, и он боится яда какого-то или отравы какой-то, который в этом стакане вина. Испорченное вино может быть. Поэтому он говорит им «саври маранан», каково ваше мнение, мои господа? Имеется в виду про качество этого вина. И община отвечает ему «лахаим» на долгую жизнь, на здоровую, счастливую жизнь. «Кломар», говорит «мидраж», имеется в виду, этот стакан вина будет для хорошей жизни, то есть он не причинит никому вреда. Вот такое вот изначальное значение было этой фразы. Это был вопрос и ответ. Однако, то ли в средние века вопросы санитарных статусов вина не были такими строгими, но в конечном счете к средневековью эта фраза как вопрос у евреев отпала, и все больше авторы, практически все средневековые законодатели еврейские обсуждают это как призыв к вниманию. Так, допустим, Ромо в своем комментарии в Шулханарухе 167-й симат говорит, что, конечно, не принято у евреев в середине трапезы, когда люди жуют, и многие могут быть переполнены мертами едой, вдруг кто-то поднимет стакан вина и произнесет «браха», потому что люди, сидящие за столом, должны будут ответить «омен», а в это время у них еда во рту, и они могут подавиться, это опасно. Поэтому, говорит Ромо, если он произнесет громко «саври маранан», это привлечет их внимание, и к тому времени, как он закончит «браха», они уже успеют опустошить свой рот и сказать «омен» без лишней опасности. И вот именно в такой форме «саври маранан» дошло до наших дней, как призыв к вниманию. И изначально то, что это был вопрос с ответом, еврейская традиция средневековья и дальше, в принципе, не использует. И вот так вот, допустим, Сидур издательства «Шамир» под общей редакцией профессора Брановера перевел «саври маранан» «Внемлите мне, господа», что, конечно же, описывает функцию этой фразы с времен Средневековья, но бесспорно не является ничего близкого к его изначальному переводу. В итоге еврейская традиция сефардская сохранила как изначальную фразу «саври маранан», так и ответ на нее лыхаем. Однако еще раз «саври маранан» даже у сефардов не несет никакого вопросительного нагрузки. В ашкенасских общинах поступили, как говорится, логически, поскольку «саври маранан» — это не вопрос, что на него давать ответ. Поэтому лыхаем в кедуши исчезла в ашкенасских общинах. Бухарские евреи, по крайней мере, некоторые из них на заявление «саври маранан» отвечают «саври хаим». С лингвистической точки зрения это заявление не совсем понятно и, наверное, как-то даже затруднительно его перевести, если честно, лыхаем изначальней. Но все еврейские группы и те, и другие, и третьи при неритуальном потреблении алкогольных напитков произносят лыхаем друг другу, желают счастья и здоровья. И этим я заканчиваю эту прослойку. Дай Бог, чтобы все стаканы, бокалы вина, которые мы, все евреи, выпьем на этот Песах, были для всех нас лыхаем, для жизни счастливой, здоровой, радостной. Всего хорошего. Хак Самех. С вами был Барух Юабов.